Это уже по колу. Люди говорят, что не можно взять деньги под заставу земли. Можно. Можно. Тут не нужно великого бухгалтера. Тут не нужно кредитную историю. Пан Анатолий посмехается. Будь ласка, можно посмехать. Да не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте. Так это проблема, которая решается. Будь ласка, я вас очень прошу. Вы все высловилися. И вы все говорите неправду. Вот по каждому факту. Вот вы только что сказали, что 50% идет на рефинанс. 80. Так я вам читаю. За последний тиждень было надано 1,5 млрд. Из них на рефинанс 300 млн. Не 80%. Не потребно. Я просто скажу, как пример. Так вы за день еще что-то посмотрите. Да, можете за день подбить. И таких примеров много. Звичайно, если мы хотим залишиться в среднем веке. Если мы хотим залишиться в среднем веке. Когда мы работаем в тени. Когда мы не имеем бухгалтеров. Когда мы не работаем с банковской системой. Друзья, не, 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 не. Пане Тимофею. Не, люди говорят не сенитницу. Пан Анатолий говорит не сенитницу сейчас. Другой, пан Олексій говорит, что 80% иди на рефинанс. Это неправда. Сейчас идет только 20%. И так по каждому. Вы говорите. У вас там 30 тысяч. Я вам честно скажу. Ця людина никогда не брала кредиты. Это точка. Сидите на столе. Кто даст банк кредит, под мастерскую купить в режиме. Это же инвестиционный кредит. Это инвестиционный кредит нам давно не дают. Вадим, это неправда. Вадим, это неправда. Я еще раз говорю, что нема приватной земли под мастерскую купилю. Сейчас жоден благо. А теперь давайте запинимось на хвилинку. Мы приземлимось сюда, пане Вадиме, пане Тимофею. И дамо ремарку, я перепрошу. Дамо ремарку пану Анатолию, який весь этот час разом с нами. Давайте звернемось до селянина. Будь ласка. Пане Тимофею, не, не. Я перепрошу. Пане Тимофею, чекает человек. Ні, будем неправду говорити на всю страну. Я кажу про інше. Продовжуйте, будь ласка. Є людина, яка вам апелює, а ви не можете почути. Ні, то ні, нема питань. Дякую. Так, добре. Це виходить трішки з-підконтрольную хвилинку. Подякуємо пану Милова за те, що він долучился до ефиру. У нас просто емоційна дискуссия, і все це вийшло. Ми за те, щоб люди просто чули один одного. Коли ми звертаємось до пана Анатолія, він має змогу відреагувати і задати запитання пану Милованову. Давайте дамо змогу репліку сказати пану Анатолію і повернемось сюди. Вибачте, пану Тимофію, подякуємо.